Всем огромный привет! Сегодня у нас понедельник, время еще, так сказать, раннее, но не раннее, уже приближается скоро обед, время 11.30, мы лежим, отдыхаем, маковка лежит, отдыхает, играет с погремушкой. А я сейчас размораживаю фарш, буду готовить макароны, спагетти с подливкой, улыбается на меня, смотрит, плюс я поставила в духовку печься пирог яблочный на песочном тесте, я уже его много раз хвалила и не буду больше хвалить. Ну, кто меня смотрит давно, те знают, что я люблю этот пирог. Ну, вообще, я стараюсь сейчас постоянно печь выпечку какую-нибудь, да, то есть к чаю там пирог, печенье, тортики, домашние намного вкуснее, и их получается много, и это намного бюджетнее, но в любом случае труд наш, конечно же, не учитывается, да, потому что мы туда вкладываем душу, сердце, любовь в эту выпечку вовсю. Яблоки у меня еще замороженные с прошлого года. Сегодня, кстати, я звонила в аптеку, да, насчет молочной кухни, поступила, не поступила, уже прошло больше двух недель, и мне сказали, что позвоните после обеда, тогда будет уже ясно, поступило нам что-то или не поступило. Еще одна проблема образовалась. Вчера мы с мужем зашли в гараж, и на самом деле у меня колесо спускает, спускает, спускает. У нас нет насоса. Надо будет к соседу зайти, попросить, чтобы он накачал, и съездить, не бей себя, в заправку, говорю, туда, где налаживают, в автосервис, чтобы это колесо мне залатали, потому что иначе я не смогу ездить. А вся проблема, знаете, не в том, что у меня там колесо, там что-то случилось, да, а просто у нас ужасные дороги, у нас просто дыра на дыре, у нас ездить вообще невозможно. Центральная улица вообще не смотрят, она ужасная. Я как-нибудь поснимаю, если не поленюсь, да, потому что я днем редко езжу, поэтому я не могу вам показать все дыры, все дыры, которые есть у нас. Но их очень много, они вот через каждые 10 сантиметров, можно сказать. Ездить вообще невозможно, ужасно. И поэтому я, наверное, наехала на какую-нибудь кочку, да, на какую-нибудь дырку, и вот продырявила себе, так сказать, колесо. Надеюсь, залатают, не скажут там покупать еще что-то, еще что-то, очень на это надеюсь. Вчера у нас был банный день, у меня волосы такие вот чистенькие. Вот, да, Макусик, смотрит на меня, улыбается. Вот, и что еще, у нас вовсю лезут зубы, ночью мы плачем, капризничаем очень сильно, плачем по часа два, пока не дам нурофен, не успокаиваемся, тяжело засыпаем. Так вот. Так, сварила сегодня компот из сухофруктов, сегодня побольше кастрюлю, это у меня трехлитровая кастрюля, побольше положила сухофруктов, все уже последняя партия, да, у меня уже закончились, надо покупать сухофрукты. Компот получается, ну, очень вкусным, нам очень нравится, пьем с удовольствием, храним в холодильнике, получается суперски. Поэтому те, кто не покупал сухофрукты в находке, можете купить, качество мне нравится, сухофрукты хорошие и очень-очень вкусные. Тут я испекла яблочный пирог. Яблочный пирог у меня из замороженных яблок. Тесто песочное, на масле и на сметане. Вот такой пирог получился, сейчас я его разрежу на кусочки и посыплю еще сахарной пудрой. Тут поставила водичку, буду отваривать макароны. А тут у меня уже готова подлива, здесь у меня фарш, томатная паста, лучок, немножечко воды. Все это дело я хорошенько потушила. Спросите, почему с кастрюли, я вам отвечу. Потому что у меня в сковороде картошка тушеная с грибами. Вторую сковородку я не стала доставать, возиться. Эта сковородка мне вторая не нравится. Поэтому решила сделать вот в этой маленькой двухлитровой кастрюле. Думаю, ничего страшного, на вкус это абсолютно не влияет. Такое у меня вот сегодня меню. Меню на день. То, что мы кушаем. Кушает наша семья. Вот такой пирог у меня получился. Смотрите, какой в разрезе. Тесто тоненькое, такое мягкое. В то же время хрустящее. Ну, песочное тесто. Очень вкусное. Немножко посыпала сахарной пудрой. Он такой сочный, начинка сочная. Такой вот вкусный пирожок. Так что яблоки можно замораживать и готовить потом с них зимой, вот так вот весной пироги. И покупать не нужно. Ну, а надо нарезать, конечно, поменьше и потоньше. Я так считаю. Такой вот пирог. Вот так вот спустила колесо. Я думаю, что там все-таки есть дырка. Сейчас попробую, конечно, выехать. У нас такая вот колея. Попробую выехать в автосервис. Надеюсь, что-нибудь мне помогут, сделают. Надеюсь, доеду. Я очень, конечно, переживаю. Но придется поехать. Вот обычное колесо. Да, вот видно, что оно прям спустило. Все, попытка не пытка. Выезжаю. Ну вот, мы заехали в сервис с маковкой. И поймала я шуруп, мне сказали. Сейчас покажу его. Здесь так грязно. Грязно. Вот мой шуруп, который прям поймали. Видите? Из-за него у меня испускало. На Дамкрат подняли. Я сюда заехала. Такой у нас сервис напротив первой школы. Ладно, еще рядышком прям сервис есть, да? Чтобы можно было заехать, наладить. Или масло поменять. Очень удобно. Здесь рядом еще магазин тоже есть. Уф, ну ладно. Я прям спокойна, что мне не надо ничего там особенно менять. Заклеют, я думаю. Ну и сегодня я, наверное, вам покажу наши дороги, которые просто ужасны. Я как раз на той неделе заезжала. Воскресенье было, да? И мне подкачали колесо. Смотрю, оно опять спускает, спускает. И муж вчера говорит, так оно же, говорит, спустило у тебя. Вот здесь так страшно. Как бы машина не свалилась. Еще я здесь с маковкой стою. Лучше я уйду. Ну все, девчонки, я так довольна. Все быстро. Как я уже сказала, мы поймали шуруп. И мужчина такой хороший. Я с ребенком, так он такой, ничего не надо. Я говорю, ну как так? Возьмите хоть 50 рублей на хлеб. Возьмите. Ну то, что наладили, ну как так? Так, бесплатно же ничего не бывает. Хоть хотя бы что-то, да? Потому что, как так все-таки надо? За все, мне кажется, нужно платить. Огромное спасибо этому мужчине. Наладили. Я прям счастливая и довольная. Еду дальше. Заказ нужно забрать на Wildberries. И надо будет заехать в аптеку. Кстати, насчет молочной кухни. Нам пока еще не одобрили. Вот я ездила и сказали, что позвонить мне в среду, либо в четверг. Короче, пока еще ничего не одобрили. Технический перерыв на Wildberries. До 15.30. И что теперь ждать? Может быть, подождешь? Как я вот не люблю, когда в рабочее время куда-то уходят. У нас такое солнце, такая классная погода. Вообще, прям душа радуется. Ну ладно, подожду, что теперь. Все, мы дома. Заказ Wildberries забрали. Сейчас я вам покажу, что я все-таки заказала. Все необходимое. Заехали в аптеку, взяли нурофен. Скажу почему. С аптеки, да. Сначала покажу покупки с аптеки. Взяли вот такой детский нурофен. Нурофен. Холесал, да, по-моему, говорили, что для прорезывания зубов мазь. Но я начитала с отзывов, он плохо. Он не подходит. Нам помогает только нурофен. На ночь я только даю нурофен. 25 грамм улечек. Да, там есть мерный шприц. Мне нравится. Помогает. Меньше боли, меньше плача, крика. Вот в формленде я купила за 134 рубля вот такой нурофен. Когда у меня болит голова, я сама пью нурофен. Мне очень хорошо помогает. И маковке тоже помогает. Потому что у нас сейчас пошли зубы. Очень сильно плачет, ноет, капризничает. Очень сильно у нас болят. Поэтому вот взяли нурофен. Предыдущий нурофен у нас закончился. Вообще я его пила сама. Я только, да. Поэтому взяла опять. Дальше у меня покупки с магазина Wildberries. Что купила я на Wildberries? Что заказала? Вот такой вот гарнир. Чистая кожа. Актив 3 в одном с углем. Это у нас в одном флаконе. То есть гель, скраб и маска. От черных точек. У меня проблемная кожа. Не только у меня, но и у мужа. Поэтому вот такой вот гарнир я заказала. Это такой, как маска, да, черного цвета. Будем пробовать. Нанесу, посмотрю. И вам расскажу, как помогает, не помогает. Отзывы на него очень хорошие. Он стоил 204 рубля. В других магазинах он везде дороже. Но я его и не видела. Он хорошо запакован. Ничего нигде не течет. Крышка закрыта. Все хорошо. Кстати, не посмотрела срок годности. Сейчас как раз таки посмотрю и вам скажу. Потом. Так, дальше я заказала себе шампунь. Гарнир, ботаник, терапи. Да. Сейчас открою, тоже посмотрим. Также заказала себе краску для волос. Лесной орех. Хочу посветлее, чтобы у меня были волосы. Поэтому на днях буду красить. Наверное, в воскресенье. Все-таки в банный день я покрашу волосы. Вот такой вот красивый цвет. Мне нравится. Посветлее будут у меня волосы. Я думаю, что будет хорошо. Он идет без аммиака. С клюквой и с органовым маслом. Я думаю, что без аммиака и для волос не такая беда. Не так страшно. Последнее, что я заказала, это простыня. Сладкий сон, текстиль для дома. Полтора на 215. Так, простыня полторашка. Он стоил 255 рублей, по-моему. Мне понравился материал. Моя простыня уже износилась. Надо все обновлять. И с Василька тоже я хочу сделать заказ. Буду показывать вам. Но Василек, к сожалению, со мной не сотрудничает. Потому что у меня мало зрителей. Наверное, скорее всего из-за этого. Я знаю, что с многими блогерами они сотрудничают. Я не знаю, как, конечно. Дают то ли на обзор, то ли на половину на обзор. Это я не знаю. Вот такая вот красивая простыня. Швы везде хорошо прошиты. Я думаю, что красивый такой рисунок. Как вам нравится, не нравится? Мне понравилась простыня. Я думала, прощупаю материал. Если мне понравится, то выкуплю. Нет, так нет. Материал хороший, плотненький довольно-таки. Да, плотный. И рисунок тоже мне понравился. Такой вот красивый. Вот такую простыню я заказала. Это для нас смаковка, чтобы спать в новом. Потому что старая уже вообще износилась. Вот такие заказы у меня были на Вайлдбери. Сейчас открою шампунь, посмотрим. И вот такую вот масочку. По срокам все хорошо. До октября 2022 года. Вот такой вот шампунь. Гарнир Ботаник Терапи. Масло чайного дерева, цветки апельсины и алоэ вера. Наш шампунь, как я уже сказала, мне не подходит. Head and shoulders. Поэтому взяла вот такой вот шампунь. 400 мл стоил он совсем недорого. 100 с чем-то. 140 что ли. Ну, недорого. За 400 мл это нормальная цена. Так, дальше. Тоже до октября 2022 года. Тоже свежая. Краска для волос тоже нигде не помялась. Да, только вот здесь чуть-чуть. Перчатки в комплекте есть. Так что я заказиком довольна. Так что я заказом довольна. Следующий заказ я хочу сделать на Ивановском трикотаже. Да, в магазине Василек. Я хочу заказать постельное белье. Там недорого. И также хочу заказать полотенца. Ну, большие полотенца тоже там дорогие. Но приемлемые цены, я бы сказала. Но постельное белье мне, конечно, по ценам нравится. Поэтому куплю, посмотрю, да, какого качества. Если мне будет нравиться дальше, то буду там заказывать. Но Wildberries я, конечно, довольна этим магазином. Потому что много чего там есть, да. И очень удобно то, что есть у нас пункт выдачи. Хорошо, что он открылся. Я очень-очень довольна. Вот такие у меня были сегодня покупочки. Такой получился сегодня влог. Всем спасибо, что сегодня были со мной. Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Вам хорошего дня, хорошего настроения. Всех вас очень-очень люблю. И увидимся в следующем видео. Пока-пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. Пока-пока.